Доллар будет торговаться выше уровня в 70 рублей. Это не является нашим официальным прогнозом, но если смотреть на цены на нефть, а это первоочередной фактор, который влияет на стоимость рубля, цены на нефть марки Brent около 48 долларов за баррель. И выглядит очень вероятным, что цена протестирует отметку в 45 долларов в этом году, а 45 долларов за баррель или даже 40 – это очень-очень сильное давление на то, чтобы рубль опустился ниже отметки в 70 рублей за доллар. Оптимистичным в отношении курса рубля трудно быть по многим причинам. Украинский кризис продолжается. Перспектива санкций в отношении России неясна. Цены на нефть могут продолжать падение. Многое указывает на то, что рублю трудно будет укрепиться. И есть еще такой фактор, который ослабит национальную валюту. Мы думаем, что американский доллар будет заметно расти в следующие полгода-год. Американская экономика показывает хороший рост и похоже на то, что процентные ставки будут расти. Доллар показывал хорошую динамику последние полгода, но рынок очень беспокоится о том, что произойдет, когда ФРС решит поднять ставку впервые за 9 лет. Никто этого не знает. Раньше такого не было, чтобы ставки были на нуле столь продолжительное время. В обычное время, когда ставка высокая, ее рост провоцирует рост доходности гособлигаций. Вы можете видеть, желтая линия – это доходность двухлетних облигаций. Когда ставка растет, то и доходность также идет вверх. Мое предположение таково. Раз доходность облигаций начала подниматься, то и ставка пойдет вверх. И может подняться на 2-3% в следующие два года. И именно в этом залог того, что доллар будет сильно расти. Все валюты мира будут ослабевать относительно доллара, включая рубль. То есть Россия имеет свои сложности, но если смотреть в глобальной перспективе, прибавляется еще эффект сильного доллара, против которого будет трудно конкурировать любой мировой валюте в ближайшие два года. Этот график поможет разобраться, что происходит на рынке валют. Доллар, который обозначен зеленой линией, с середины прошлого года в целом вырос примерно на 20%. Это происходит вследствие хороших показателей. Экономика США растет и того, что участники рынка ожидают повышения процентных ставок. Китайский юань вследствие фиксированного курса, то есть сильной привязки к доллару, по сути имеет ту же динамику. Из-за того, что изменения юаня относительно доллара равны нулю, он сильно вырос относительно других валют азиатского региона. Из-за укрепления доллара, южнокорейская вона и японская иена, они являются прямыми конкурентами Китая, упали на 15 и 20% соответственно. На прошлой неделе юань упал на 3% к доллару, и участники рынка ломают голову, почему это могло случиться. Возможно, власти Китая решили, что им нужна более конкурентоспособная валюта. Но пока это 3% ослабление – маленький шаг по сравнению с тем, насколько ослабли другие валюты. И я думаю, основное замешательство на рынке связано с тем, что люди не понимают, чего Китай пытается добиться. Есть две основные причины, которые могли бы тивировать спад юаня. Первое – они хотят более слабую валюту. И второе – Китай очень стремится к тому, чтобы юань был признан резервной валютой. И МВФ, который является корзиной валюты, содержит главные валюты мира, а сейчас их 4 доллара, евро, иена и английский фунт. Очень много разговоров о том, что китайский юань может стать пятой валютой в этом эксклюзивном клубе. А вероятность этого события частично зависит от того, насколько свободным может быть курс китайской валюты. То есть наблюдавшееся ослабление может быть связано с тем, что власти Китая обеспокоены замедлением роста, но также не исключено, что истинная цель – доказать волатильность и независимость юаня с тем, чтобы он стал пятым в эксклюзивном клубе мировых резервных валют. Пока мы не знаем правды. И чтобы вы понимали, насколько важным в мире становится китайский юань, это международные данные от SWIFT, которые показывают наиболее популярные валюты в мире, те, в которых производятся платежи. Рубль на самом верху, он занимает 20-е место в списке самых популярных валют, а доля расчета в рублях относительно всего объема глобальных транзакций – 0,2%. Доллар занимает первое место. 45% всех платежей производится в долларах. Но китайский юань становится все более и более популярным в мире. Еще раз, доллар, евро, британский фунт, японская иена и китайский юань – под номером 5. Японский юань – 1, 2, 3, 4, и китайский юан – под номером 5. Это становится крупно важным в мире. Это очень важная валюта для глобальных валют. Вчера взлетает новый в мире и не завершает новыйين. Вчера фин deportаты 3, 5, 2, 3, 4, и как давно см���GAIN. Вчера в В spell kolejный в мире и возре Les Etats которые пришли выявлено, работают вinya иرщики и л Uz persön Rahmen каприз无 aud על Продолжение следует...